Пятый канал представляет Но что скрывают от нас производители под яркими обертками? Кемеровская область. Сразу пять человек отравились купленными в кондитерской пирожными. Только чудом все пострадавшие остались живы. Мы все валялись. Я возле унитаза, бабушка на диване. Москва. Беременная женщина пытается получить полумиллионную компенсацию за проданную ей под видом яблочного сока вязкую слизь. В связи с психологической травмой, да, я не могу сейчас употреблять сок. Тула. Полицейские обнаружили нелегальный кондитерский цех, где производство велось в условиях полной антисанитарии. Это конфеты, что ли? Такие истории случаются ежедневно в каждом российском городе. Что на самом деле получает покупатель под видом десертов и сладких напитков? Сам выбирает, брать ему данный продукт или не брать. Чем в итоге сладкоежкам придется расплачиваться за минутную эйфорию? Почему врачи приравнивают сахар к наркотику и существуют ли вообще полезные сладости? Вся правда о современной кондитерской промышленности. Мясо необходимо человеку, как источник белков. Птица лежит в основе диетического питания. Ягоды содержат полезный сахар. Фрукты дают нам силу витаминов, а вода – это, известно всем, источник жизни. Но знаете ли вы, из какого источника ее получаете? Какие элементы из таблицы Менделеева мы потребляем вместо полезных? Мышьяк, свинец, цинк, полоний. О чем не пишут на упаковках популярных брендов? И в чем главный секрет пищевой промышленности, который от нас скрывают? Вся правда о современном пищепроме. Сегодня в выпуске вы увидите шоколад, сладкую выпечку, соки и газированные напитки, блинчики с творогом и мороженое. Тольчевита – звезд российского шоу-бизнеса. Сергей Жуков ест сладкое на завтрак, обед и ужин. Слитница или не слитница? Это мы проверим. А телеведущий Дмитрий Дебров переживает настоящий стресс. К сожалению, я вот сейчас стараюсь похудеть, поэтому вот уже два месяца только смотрю на вазу со сладостями. Почему актриса Ирина Медведева навсегда отказалась от тортов и пирожных? Это… Я не пожелаю такое вообще никому, конечно. И как кондитерские изыски отбивают любовь к математике? Четвертая задача была про пирожки. Я не смог решить, потому что у меня плохо становилось. Секреты кулинаров. В каких условиях готовят торты в кондитерских? Вот так делают торты на полу. И что на самом деле входит в состав любимых многими кондитерских изделий? Пальмовое масло идет на производство мыла. Там тоже идет то карфинировое дезориное, и кремов, и того, что идет в пищу. Чем удивит нас экспертиза любимых сладостей? Содержание плесени превышает уровень в 10 раз. И что по этому поводу думает самый известный кондитер страны? Это надо ценить, это надо любить, это надо уважать. И никогда не критиковать. Можно ли вообще употреблять в пищу продукт, до недавнего времени считавшийся чисто техническим веществом? Что продают нам под видом дизайнерских кондитерских изделий? И как свести к минимуму риск нарваться на смертельно опасные для здоровья десерты? Благодаря высокому содержанию углеводов, выпечка позволяет нам быстро утолить голод, восстановить силы, получить запас полезных микро- и макроэлементов, а еще улучшить свое самочувствие. Организм начинает активно вырабатывать так называемый гормон счастья – серотонин. Съев десерт, мы перестаем тревожиться, чувствуем умиротворение, хорошо засыпаем. Интересно, чувствовали умиротворение заказчики вот этого торта? Его цена равнялась 8 миллионам рублей. В длину он достигал 7 метров и 3,5 в высоту. А этот торт за 200 тысяч долларов кондитеры пекли трое суток. Это просто супер! А самый большой торт в мире был подарен Рамзану Кадырову на юбилей Грозного. Его вес превысил тонну. Телеведущий Дмитрий Дибров в шоке от таких цен и аппетитов. А может, просто завидует? Ему-то торты можно поедать разве что глазами. К сожалению, я вот сейчас стараюсь похудеть, поэтому вот уже два месяца только смотрю на вазу со сладостями. Правда, есть десерт, перед которым эстет Дмитрий Дибров забывает о любых ограничениях. Из всех на свете мучных сладостей больше всего я люблю эклер. И вот как я это делаю. Я беру эклер на указательный палец, и если он свешивается, оно не ломается, это тот эклер, что нужно. Актриса Эвелина Блёданс равнодушна к сладкому. Больше я люблю, конечно, острое и горькое. Но единственное, для чего она делает исключение, это тортик Наполеон по рецепту мамы. Лучший Наполеон пекла моя мамочка, сейчас ее уже нет со мной. И поэтому этот лучший Наполеон делает моя сестричка Маечка. И это десерт номер один для меня. А вот мнения в группе «Хай-фай» на любимые десерты разошлись. Я часто готовлю шарлотку. С чего ты готовишь? Шарлотку. Почти. Ты готовишь? Просто бывает, вот сейчас был сезон очень яблок, да, очень много яблок. И мне все несут, а возьми у меня, возьми у меня. Ну и, естественно, я собрала гостей и сделала шарлотку. Очень вкусно. Знаменитости так любят сладкое, что готовы обеспечивать себя им круглосуточно. Например, солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков открыл собственную кондитерскую. Видите, вроде бы просто леденец, да? Да, красиво леденец. Да, сушеные бананы, которые мы тоже, кстати, сушим сами. Но это не сахар. Тут нет вообще сахара. Это изомаль. Изомаль – это вытяжка из цвеклы, в которой ноль калорий. Ничего не слипнется, заявляет Сергей. Главное – натуральные ингредиенты. Как? Артисты и телеведущие буквально не могут отлипнуть от сладкого. Но попытки подсластить себе жизнь иногда могут обернуться горькими слезами. Вот так выглядел подпольный цех по производству сладкой выпечки в Павлодаре. Хотелось бы вам отведать сдобу, испеченную в таких условиях. А это нелегальное производство в Туле. Торты здесь лепили прямо на полу вот эти люди, у которых не было даже спецодежды, не говоря уже о медицинских книжках. Вот так делают торт на полу. А в Подмосковье нелегальные мигранты пекли торты и спали тут же, без отрыва от производства. Отведав такой выпечки, кроме тяжести в желудке и лишних килограммов на талии, мы рискуем получить целый букет болезней. Но и это еще не все. Главное – не пасть жертвой настоящей химической бомбы. Вот такой тортик мы приобрели в магазине. Достаточно просто прочитать состав, чтобы понять, ничем натуральным здесь и не пахнет. Эмульгаторы Е471, Е322, антиокислители Е320, Е321. Эмульгаторы Е471, Е475, разрыхлитель Е500. Боже мой, пальмовое масло. Интересно, что же здесь есть вообще натурального? Интересно, что скажет о таком произведении кулинарного искусства наш эксперт? Если мы состав проанализируем, то на самом деле это не торт, а это просто химлаборатория, которая в одном месте собралась. Наш эксперт уверяет, все эти наполнители, эмульгаторы, красители и подсластители до добра не доведут. Я бы не рекомендовал, потому что слишком много тут пищевых добавок. Это может вызвать аллергию, покраснение, зуд, сыпь. Но мы на слово не верим. Мы обязательно проверим. Покупаем в магазине любимый всеми тортик «Медовик». Все мы точно знаем, что в составе «Медовика» должен быть как минимум мед, а как максимум натуральная сметана и масло. Но что покажет нам экспертиза? Смотрите далее. Как далеко может завести любовь к сладкому? Мы все валялись. Я возле унитаза, бабушка вот на диване. Что продают нам под видом дизайнерских тортов? Очень хотелось его запустить в того производителя. Из чего готовят десерты знаменитые российские кондитеры? Из нефти и из металла. И почему не всегда полезны ингредиенты растительного происхождения? Он пахнет чем-то таким техническим, как машинное масло. Для семьи Меньшениных из Кемеровской области домашнее чаепитие с тортиком обернулось бедой. В тот день Меньшенины в полном составе отведали выпечку, купленную в местном кафе «Лакомка». Мы попили чай с пироженками, ну а через час начался концерт. Меня начало, тошнило сначала, началась рвота. В это время Светлана с мужем находились на даче. Темнело в глазах, кружилась голова, но супруги знали, что им нужно срочно возвращаться в городскую квартиру. Там остался внук, который тоже завтракал злополучными пирожными. Ну и мы поехали, значит, на машине. Я с ведерком, как, потому что в машине, как мне ехать, потому что-то не без конца и края, это рвота. Мы доехали до дома. Шел к нам сын старший, заходит в дверь и говорит, отец лежит, меня напугал, говорит, папа, открыта дверь в ванную. Он лежит головой сюда, ноги в ванной. Мы все валялись. Я возле унитаза, бабушка вот на диване. И дедушка, он лежал возле раковины. Врачи откачали пострадавших под капельницами. Но восстанавливаться им теперь придется несколько месяцев. Диагноз – заражение организма кишечной палочкой. Арсений говорит, что даже смотреть на пирожные он с тех пор не может. Мы писали контрольную в школе. Последняя, четвертая задача была про пирожки. И я ее не смог решить, потому что у меня эта картинка пирожного вырисовывалась. И у меня плохо становилось. На меня вообще слово пирожное уже начинает тошнить. После таких историй самое время узнать результаты экспертизы. Напомним, мы сдали лабораторию тортики «Медовик», которые купили в магазине. Три образца из пяти были признаны безопасными качественными продуктами. К сожалению, два из пяти попали в черный список. В одном образце содержание дрожжей превышало допустимое, внимание, в 280 раз. А второй экземпляр удивил экспертов еще больше. Не соответствует требованиям безопасности. Содержание плесеней превышает уровень в 10 раз. Вывод нашей программы. К тортам из магазинов доверия мало. Там или опасная химия, или хоть и натуральная, но не менее опасная плесень. Тогда, может, дорогие и красивые торты, выполненные на заказ, нас не разочаруют? Вы только посмотрите на эти тортики. Настоящие произведения искусства. Их автор – самый знаменитый кондитер России Ренат Акзамов. Когда мы начали делать торты на заказ, мы стали делать совершенно новые направления, не похожие на то, что делают другие компании. Ренат любит экспериментировать с формами и размерами. Он использует для своих тортов только натуральные ингредиенты. Наверное, поэтому их цена стартует от 10 тысяч рублей. Но один ингредиент Ренат не использует никогда. Это популярную сейчас мастику. Мастика – это вяжущее и клеящее съедобное вещество, которое по консистенции напоминает пластилин. Ее используют кондитеры при изготовлении необычных тортов и съедобных фигурок. Вот так выглядят торты, покрытые кондитерской мастикой. Вот мы, допустим, покрываем шоколадно-бархатным велюром. Вы знаете, вопрос, можно ли ее есть, ну, конечно, возможно. Она же сделана не из нефти и не из металла, из съедобных продуктов. Вопрос – лично мне эта технология не нравится. Лично я это не люблю. Я своих заказчиков приучил к тому, что мы можем делать торты без мастики. Ну, а далее дело вкуса. Но почему звездный кондитер отказался от такого удобного способа украшения тортов? Вообще, принято во всем мире снимать мастику перед употреблением торта. Но у нас, как это всегда бывает, съедают все до конца. Как говорится, лучше в нас, чем в ТАСС. Пищевые технологи предупреждают. Сахарная мастика, столь популярная у многих ценителей десертов, из-за своих яркостей и глянца, противопоказана для употребления в пищу. В основе мастики это сахар, сахарная пудра, с добавлением всевозможных загустителей и пластификаторов. Москвичка Эймира Шерифулина хотела сделать сюрприз любимому человеку, заказав на праздник необычный торт. Сюрприз, что говорится, удался. Вот этот вот торт, который мне приехал, неужели он может стоить 3,5 тысячи? Я была сильно очень расстроена, и я не понимала, что с этим тортом дальше делать, потому что очень хотелось его запустить в того производителя. Эльмира заказала торт из бисквитных коржей с творожной начинкой, малиной и сладким декором. Вот так он выглядел на фотографии сайта. А вот что она увидела воочию, Эльмира рассказывает во всех красках. Очень, наверное, пожалели, очень глазурь, и она какая-то невыдержанная. На фоне этой глазури потекли все украшения, и краска у них стекла куда-то. Вафли были не вафельными, не хрустящими, а очень мокрыми и тягущими. Зефирки торчали. Есть такой торт, а тем более угощать им любимого мужа Эльмира не стала. Певица Ирина Оркман уверена, любимым нужно дарить только произведение собственных рук. Сама она, сладкоежка, которая очень следит за фигурой. Поэтому записалась на мастер-класс, где учат готовить низкокалорийные десерты из моркови, кураги, отрубей и сахарозаменителя. Для женщины это сразу можно все. Можно съесть все. Ирина по совету подруги купила пальмовое масло, но теперь сомневается в правильности своего выбора. Не очень. Ну, пахнет чем-то таким техническим, как машинное масло. И выглядит очень-очень жирным. И очень-очень колоритным. Опасения кулинара не напрасны. Пальмовое масло используют для производства топлива, косметики, шампуней и прочей бытовой химии. Вместе с красителями и ароматизаторами оно образует адскую смесь. Диетологи предупреждают. 100 граммов такого тортика в день и проблемы вам обеспечены. У нас будет накапливаться в организме количество перекисей. Чем больше перекисей у вас поступило, тем быстрее идет процесс атаки на все органы вашего тела. И где выстрелит у вас или сердце у вас первым, самое слабое звено, или у вас начнется развиваться онкологический процесс. Весь вопрос дальше в вашем организме, где выстрелит это избыточное поступление перекиси. Кулинар отговаривает Ирину Ортман от опасного эксперимента. Даже ради стройной фигуры не стоит рисковать собственным здоровьем. Оно стоит безумно дешево, и при этом себестоимость торта снижается за счет него. Но это очень полезный продукт, вызывает всякие заболевания. Мы не работаем с ним. Я сейчас вам покажу, с чем мы работаем. У нас есть кокосовое масло. Боже, какая красота у нас получилась! Бля! Ну что, добавим золото? Золотишко. Я еще хочу по центру выложить какой-нибудь красивый цветочек. Из голубинки. Я убедилась в том, что можно есть сладости, и не поправляться. Это не лифт, это реальность. Но если у вас нет времени на кулинарные изыски, то при покупке тортиков и пирожных в магазинах воспользуйтесь советами нашей программы. Обратите пристальное внимание на состав покупки. Там не должно быть растительных сливок, яичного порошка и маргарина. Ищите натуральные составляющие. Избегайте красителей. Как правило, производители используют их, чтобы компенсировать плохое качество муки. Если на креме или глазури торта выступают капельки влаги, он потерял форму и жирно блестит, от такой покупки лучше отказаться. Продукт явно просрочен. Никогда не покупайте торты, уже нарезанные кусками, а также хранящиеся на открытом воздухе, а не в витрине-холодильнике. Крем является идеальной средой для развития болезнетворных бактерий. Смотрите далее. Почему актриса Ирина Медведева навсегда отказалась от тортов и пирожных? Это... Я не пожелаю такое вообще никому. Как выбирать безопасные для ребенка сладости? Аллергию моего сына всегда на химические какие-то моменты. И можно ли определить качественный шоколад на вкус? Отвечают наши звездные эксперты. Несите, будем пробовать. Сладости – не только источник удовольствия и насыщения. Вместе с шоколадом, выпечкой и халвой человек получает ударную дозу углеводов, которые называют главными поставщиками энергии в человеческий организм. Вовремя съеденные конфеты или пирожные способны поднять нам настроение, улучшить работоспособность, увеличить выносливость. И когда человек имеет высокую физическую активность, он может себе позволить прямо перед тренировкой либо перед этим физическим тяжелым трудом, мы, например, решили шкаф перенести, съесть простых углеводов. Но если мы решили полежать на диване и съесть сладости, либо в кафе пошли и сидим за приятной беседой, кушаем тортик, то мы рискуем, что та глюкоза, которая в крови поднялась, будет скомпенсирована гормоном, инсулином, и отложена в данный момент наша запаска. Актриса Ирина Медведева навсегда вычеркнула из жизни свои любимые десерты. А причина – редкий вид аллергии на глютен. Несколько лет назад у красавицы-блондинки начались проблемы с кожей. Все средства оказались бессильны. Тогда Ирина прошла обследование в клинике в Нью-Йорке. Вердикт диетолога для сладкояшки звучал как приговор – безглютеновая диета. Безглютеновая диета – это… я не пожелаю такое вообще никому, конечно. Я смогла легко отказаться от макаронных изделий, смогла легко отказаться даже от хлеба. Но что касается десертов моих любимых и прекрасных, конечно, вот десерты мне пришлось вычеркнуть. Пару раз актриса срывалась и нарушала жесткую диету, расплачиваясь за свою любовь к бисквитам, аллергической реакцией, упадком сил и паническими атаками. Недаром диетологи предупреждают – сладкие десерты по действию на наш организм приравниваются к сильнейшим наркотикам. Сладкие продукты – это те продукты, которые обычно вызывают максимальный аппетит и желание их есть. Это доставляет удовольствие. Но побочные эффекты сладкой жизни ужасают. А витаминоз и депрессия – самые безобидные заболевания, которые ждут любителей подсластить серые будни. Куда страшнее вероятность заработать ожирение, сахарный диабет или бесплодие. Очень важное такое осложнение – это нарушение репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин. Шоколад содержит такие нужные нам минералы, как магний, железо и цинк, а также антиоксиданты, повышающие выносливость организма. Шоколад благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает циркуляцию крови, снижает риск внезапных инсультов и инфарктов, препятствует образованию тромбов. Кроме того, он улучшает память и выводит из организма лишний холестерин. Вот все продукты классифицировали относительно глюкозы. Так вот, темный шоколад стоит в зеленой зоне, мы его можем смело употреблять без всяких вопросов. Но это если говорить о натуральном горьком шоколаде, изготовленном из масла какао-бобов. А вот сможем ли мы найти в шоколаде шоколад на полках отечественных магазинов? Покупаем несколько плиток в магазине. Мы выбираем шоколад разной ценовой категории. За 30 рублей, за 50, за 100 и 120. Посмотрим, что покажет экспертиза. А вот что думают о шоколаде интернет-пользователи. Что у нас сделано в России? В руках у блогера плитка одной из самых популярных российских марок. Вкус знакомый каждому из нас с детства. Выбирая его, мы уверены в качестве продукта. Шоколад должен таять. Вот начинаем нагревать шоколадку и видим, шоколадка горит. Но не тает. Ни одна капелька не упала. Неужели это говорит о том, что вместо шоколада нам продают химическую подделку? Волна поджигателей сладостей захлестнула интернет. Ау! Ау! Горит раковина! Пошла жара! Пошла! Горячий шоколад. И это будет. Что об этом скажет наш эксперт? Вот если шоколад натуральный, то он будет сначала плавиться, и потом уже процессы там во плене проходят, и начинает загораться то, что должно гореть. Если у нас вот шоколад такой вот, который ненатуральный, то он должен сразу загореться. От слов к делу. Нам понадобятся щипцы, зажигалка и шоколад. Итак, образец номер один. Здесь вообще он тлеет. Нет, тут немножко начало загораться. Чуть-чуть. И тут же небольшое пламя, оно тут же гаснет. Неужели наш эксперимент провалился? Просто шоколад натуральный, успокаивает технолог. Какао-масло в составе будет плавиться и слегка тлеть. А вот образец под номером два нас не разочаровал. Он вспыхивает, и пламя такое очень большое, он прям пылает. Это говорит о том, что здесь ненатуральный шоколад. Посмотрим, что же указал производитель на обертке такой шоколадки. Всякие тут пальмы, ядерные масла, растительные масла идут. И в самом конце какао-порошок написано. То, что как раз и говорит о том, что это ненастоящий шоколад, потому что только какао тертое должно присутствовать в составе. Подтвердят ли наш опыт лабораторные испытания? Узнаем позже. А пока проведем еще одну экспертизу. Звездную. Вот этот шоколад я точно даже не буду пробовать, он мне не нравится. Он сильно молочный, а надо есть шоколад горький и более натуральный. Поэтому вот этот шоколад явно лучше. Но провали Эвелина Блёданс в своем выборе. В одной из коробок дорогой шоколад производства известной французской фирмы. В другой сладкая шоколадная плитка, приготовленная на основе растительного жира. Какая-то с приворотом из них или что нам ждать? Роману понравятся обе, потому что они бесплатные обе. Тебе тоже вообще. О, я люблю складывать шоколад, это мое. К единому мнению солисты группы «Френды» так и не пришли. Реально? Это прикольнее. Я пенсирую. Серьезно? Вот это прикольнее, правильно? Это один и самый вкусный шоколад, который я еду. А вот у следующих участников эксперимента поиск настоящего шоколада никаких затруднений не вызвал. А вот этот шоколад, он похож на натуральный молочный шоколад. Я бы даже сказала, как вот швейцарский шоколад. Светлая плитка – действительно настоящий молочный шоколад. Но отличить его от десерта на основе растительных жиров оказалось не самой простой задачей. Настоящий шоколад честный, как называют его ремесленники, которые работают только с настоящим сырьем. Это основные четыре компонента. Какао-масло, какао-тертое, сахар и ваниль. В молочный шоколад добавляют сухие сливки или сухое молоко. Все остальное, если вы смотрите на шоколаде, на его обертке написаны какие-то другие варианты, то это нужно 100% понимать, что это к шоколаду ровным счетом никакого отношения не имеет. Наш эксперт советует при выборе настоящего шоколада обратить внимание на следующие признаки. Он должен блестеть. При разломе настоящий шоколад хрустит и непременно тает в руках или во рту, потому что температура плавления массы какао – 32 градуса. И как только вы читаете там такие надписи, что масло эквивалентно натуральному, либо идентично натуральному, либо шоколад сделан на основе какао-порошка. Что такое какао-порошок? Это отходы шоколадного производства. И если вы видите огромное количество заменителей, которые бензойного ряда, начинающих на букву «Е», вы должны точно понимать, что эта плитка, вот к тому, что вашим знаниям о шоколаде, о гормон счастья, пищи богов, ровным счетом никакого отношения не имеет. Вопреки расхожему мнению Евгений Троснецов уверяет, у 99% населения нет аллергии на натуральный шоколад. Все реакции вызывают посторонние добавки. С ним согласна и певица Юлия Михальчик. Недавно у ее сына обнаружили аллергию именно на шоколад. У сына всегда аллергия, а у аллергии у моего сына всегда только на вот такого, на химические какие-то моменты. Впервые странные высыпания у Саши Юлия заметила, когда ему исполнилось два года. Мальчик расчесывал руки и очень страдал. Врачи запретили ребенку любые сладости, содержащие в своем составе пищевые добавки. Теперь десерты Юлия вынуждена готовить сама и только простые диетические. Овсяное печенье или творожную запеканку. Я вам так скажу, что если не было бы каких-то у него реакций на эти продукты, я бы, конечно, ему давала, что это радость для ребенка, сладость – это радость. Пора узнать результаты экспертизы. Что же показали лабораторные исследования семи образцов шоколада разной ценовой категории? Три образца из семи являются качественными и безопасными продуктами. К сожалению, четыре из семи образца были внесены в список товаров с замечаниями. Два дешевых образца вообще не имеют права называться шоколадом. У технологов для такого продукта есть особый термин – кондитерская плитка. Кондитерская плитка часто продавалась во времена СССР. И люди, которые когда-то там жили, знают, что это за вкус. Он несколько отличается от шоколада, сделанного по ГОСТу. В худшую, безусловно, в худшую сторону. Поскольку кондитерская плитка имеет физико-химический состав другой, иной, нежели чем у шоколада. Будьте внимательны, когда выбираете лакомство. Если на этикетке написано «кондитерская плитка», значит, вы покупаете не шоколад. Плитки за 50 и за 100 рублей тоже не удовлетворили экспертов. Вкус и запах выражен слабо молочного шоколада и имеет посторонний привод. И только два образца за 120 рублей соответствовали ГОСТу по всем показателям. Но мы не ограничились проверкой шоколада и тортов. Мы решили посмотреть, что нам продают под видом халвы и мороженого. А также проверим всеми любимые блинчики с творогом. Мороженое – самый безопасный десерт на самом деле, если это будет просто шарик белого мороженого. Допустим, с ягодой из натуральных сливок, он показан даже людям, у которых есть язвенная болезнь. Вы получите витамины, минералы из ягод. Дальше, если мороженое сделано из натурального молока, оно обладает ослезняющим эффектом. А это очень важно для людей, у которых есть гастриты или эрозивно-язвенные процессы. Многие заграничные и отечественные звезды признаются в любви к этому лакомству. Певица Наталья Власова говорит, без мороженого не обходится ни один день. Так она снимает напряжение в тяжелом гастрольном графике. Я очень люблю штрудель, например, яблочный с мороженым, например. Мне очень нравится сочетание теплого и шарика ванильного мороженого или шоколадного. Нейрофизиологи Лондонского медицинского центра заявили, мороженое благотворно влияет на мозг и помогает бороться с депрессиями. Когда нам грустно, когда мы хандрим, нам хочется съесть мороженого. Можно сказать, что мороженое является психологическим якорем, который возвращает нас позитивные эмоции. Настоящее мороженое должно содержать в составе сливки или цельное молоко, допускается обезжиренное молоко и сухое, сливочное масло и яйца. Самое популярное мороженое – это пломбир. Россияне съедают 200 тонн в день. Специалисты Роскачества провели экспертизу 34 сортов популярного лакомства и сделали неутешительные выводы. Только треть соответствовала государственным стандартам качества. В образце мороженого, которое изготовлено в городе Томске, в Сибири, вот в этом мороженом были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. А этот образец хоть и называется пломбир, но на самом деле это не так. Этот пломбир в своем составе содержал 52% жиров не молочного происхождения, что является грубейшим нарушением и ГОСТа технического регламента на молоко и молочную продукцию. Но и это не предел наглости нечистых на руку производителей. Волонтеры нашли на прилавках пломбир, который можно считать эталонным фальсификатом. Просто хуже не бывает. Это не мороженое, это жирный лед. Третий образец мороженого, который, конечно, нас поверг в ужас. Жировая фаза этого продукта 100% замещена жирами не молочного происхождения, то есть растительные жиры. При выборе мороженого диетологи советуют первым делом обращать внимание на упаковку. Отдавайте предпочтение тем сортам, которые изготовлены по ГОСТу. И еще одна хитрость. Пломбир, изготовленный из натурального коровьего молока, будет таять значительно медленнее, чем растительно-масляный. Аналогичная ситуация с шоколадной глазурью на эскимо. В руках она таять не должна. Блинчики с творогом. В составе пшеничной муки есть необходимые для иммунной системы и метаболизма витамины группы В и ПП, а также калий, укрепляющий сердце. А творог – источник кальция и особого белка козеина, который выводит из организма шлаки и токсины. Но чем на самом деле фаршируют свою продукцию производители замороженных полуфабрикатов? Магазин в Красноярске. Покупаем первые попавшиеся блинчики и, что называется, не отходя от кассы, изучаем в люминоскопе. Это прибор, предназначенный для анализа состава продуктов. За счет того, что органические вещества и некоторые минералы дают характерное излучение в ультрафиолете. Если творог внутри блинчика настоящий, то он будет светиться желтым цветом, а подделка – белым. На люминоскопе творог светится белым цветом. Скорее всего, это не настоящий. Может, нам просто не повезло? Проверим блинчики подороже. Прямо не настоящий. Тоже белым. Посмотри, какой белый, еще хуже. Просим технолога изучить эти продукты. По мнению специалиста, натуральным творогом здесь и не пахнет. Назвать это творогом нельзя, потому что я, скорее всего, назову это какой-то творожной кашей с манкой. И еще с каким-то ингредиентом. Причем производители сэкономили не только на качестве, но и на количестве начинки. На один блин всего пол чайной ложки фальшивого творога. Получается 10 грамм начинки в блине, а сам блин весит 75 грамм. И, в принципе, мы опять понимаем, что мы здесь платим исключительно только за блин. При выборе блинчиков с творогом эксперты советуют первым делом обратить внимание на наличие иния. Если он присутствует, то заморозка была произведена неправильно. Такой продукт, скорее всего, испорчен. И, конечно, отдавайте предпочтение блинчикам, изготовленным по ГОСТу. Смотрите далее. Чем опасны напитки с подсластителями? Не только можно, но и нужно называть ядами. Что получает наш организм вместе с разливной газировкой? Химия, которая там, да, села на одни, попадает к нему в стакан. Напиток с сюрпризом. Что обнаружила беременная женщина в коробке с соком? Ну, жена испугалась сильно. Ее начало полоскать, орвать. И что общего между любовью к газировке и алкоголизмом? Вы смакуете, да, как хорошие виски. Тортики, пирожные, шоколадные конфеты и мороженое. Это главные десерты на любом празднике жизни. Но без чего еще мы не можем представить праздничный стол? Конечно, без сладкой газировки. Газировка с детства любима многими поколениями россиян. Содержащийся в газировке углекислый газ регулирует кислотно-щелочной баланс и убивает болезнетворные бактерии в человеческом организме. Натрий, магний и калий восполняют запас полезных микроэлементов, укрепляя наши кости и зубы. Экстракты лечебных растений, вроде левзеи и эстрагона, которые входят в состав некоторых сладких напитков, улучшают работу сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, снимая усталость. Поэтому ее без устали подделывают нечестные производители. Казахстан. Во дворе частного дома в Шимкенте работала настоящая подпольная фабрика по созданию поддельной газировки. Масштабы торговли были такими, что сюда, за опытом, явились даже представители компании-производителя, признанного мирового лидера по изготовлению сладких напитков. Сюда разливает, туда чуть-чуть вода добавляет, потом он за один-два делает. Немудреная рецептура. Подробности не удалось добиться и от хозяйки дома. Она сначала прикинулась больной, а затем и вовсе обвинила в появлении поддельной газировки самих стражей порядка. Полицейские сами зашли и самопал сделали. Я сама болею, у меня давление. Воду, обычная вода, крана. Вода добавляется жидкость. Темного цвета. Ловкость рук и чудо красителей. Представляете, если такой коктейль попадет на ваш праздничный стол? Эксперты бьют тревогу. На рынке более 60% контрафакта. Масштабы подделок газировки поражают. А все потому, что этот напиток так любим мы с вами. Когда был я маленький, мне папа покупал на день рождения две бутылки лимонада. Это весь сахар, который мы употребляли. Сейчас двухлитровая бутылка. Ребенок выпивает ее всю за один день. Это огромное количество сахара, который фонтаном идет в его организм, буквально разрушая его иммунную систему поджелудочную железу, приводя к развитию сахарного диабета. Эксперты прямо называют все сладкие газированные напитки ядами для человеческого организма. В настоящее время Всемирной организацией здравоохранения ожирение признана эпидемией 21 века. К сожалению, Россия занимает одни из первых позиций в этом вопросе. Ожирение в России распространено как среди детей, так и среди взрослых. Комбинация веществ, содержащихся в сахаре и красителях, сочетание жирного и сладкого, заставляют наш организм вырабатывать эндорфины, гормоны удовольствия. Нам требуется все новая и новая доза сладкого наркотика. А теперь представьте, что к этому химическому букету прибавляются новые соединения, не планируемые производителем. Последствий таких экспериментов над здоровьем не сможет просчитать даже специалист. Прежде чем податься в шоу-бизнес, певцу Александру Попову приходилось подрабатывать в заведениях быстрого питания. С тех пор, если ему приходится обедать в таких местах, молодой человек берет самые простые овощные салаты и никогда не покупает напитки из автомата. Жизнь научила, шутит Саша. Я тоже имел прямое отношение к данным точкам, так называемым сетям приготовления фастфудов. У меня даже трудовая книжка есть. А где она у меня? Я когда ее показываю, когда, ну, прихожу куда-нибудь устраиваться, я ресторан не буду показывать, все просто с нее смеются. Но Александру не до смеха. От прошлого места работы у него не самые лучшие воспоминания и навсегда испорченный аппетит. А на знаменитую газировку он и вовсе смотреть не хочет. Что касается аппаратов газированных напитков, насколько я знаю, что их чистили по ночам. Как бы, да, и... Ну, как их там чистили? То есть утром пришел человек, проснулся, доброе утро приходит, понимаете. А вся эта химия, которая там, да, села на дне, там не промыто, ничего-то попадает к нему в стакан. Не мудрено, что газировка из сетей быстрого питания растворяет даже ржавчину. О, здесь результат у нас получился вообще отличный. Не говоря уже про стенки вашего желудка. Поэтому эксперты советуют заменить газировку более безопасными соками. Однако жители Москвы, Олег и Делора Кузины, готовы поспорить. Молодожены ждут ребенка. Будущая мама стремится правильно питаться. Готовит здоровые блюда, принимает витамины, пьет фруктовые соки. Делора и предположить не могла, что при таком меню ей придется добиваться денежной компенсации за пошатнувшееся здоровье. Купленная в супермаркете у дома коробка яблочного сока оказалась сюрпризом. Причем очень неприятным. Взрыхнули, и в стакан вывалилась сгустокоричневого цвета. Достаточно большого, да. В размере, может, среднего пальца. По словам Олега Кузина, субстанция напоминала ему злобную инопланетную слизь из фильма «Чужой». Но жена испугалась сильно. Ее начало полоскать, порвать. Олег Кузин отправил сомнительный напиток на экспертизу в Роспотребнадзор. Есть вот заключение экспертов. Вот он сгусток. Ну, вот как пишут специалисты. Предоставлены в стойке имеются дефекты сгусток, а также отсутствие указаний на мотивного документа, по которому изготовлен продукт. Но на руководство магазина, где продается сок со странным наполнителем, вердикт санитарных врачей особого впечатления не произвел. У вас был куплен сок. К заключению экспертизы. А может, его не открываем? А вам принесите, но вам делаем возврат. То есть, в принципе, магазин нечет ответственности за те продукты, которые он продает? Об инциденте с соком уже сообщили компании-производителю. Там заявили, что виноват магазин, неправильно хранивший напиток. Сотрудники супермаркета с такой трактовкой случившегося категорически не согласны. Понять при комнате, температуру, условия хранения сока, все... Ну, а вина в магазинах в чем? Тут же вот, посмотрите, вот два товара, да, весь. Ни дефайр, ни ничего, все закрыто. Решать, кто прав, а кто виноват, магазин или компания-производитель, в итоге будет суд. Кузины собираются добиваться компенсации за причиненной беременной женщине моральный ущерб. Вред от созерцания мерзкой жидкости супруги оценили в полмиллиона рублей. Нужно понимать, да, что соки содержат большое количество сахара. Если мы сравниваем сок и фрукт, мы следует отдавать предпочтение фрукту. Минимизировать вред от купленных в магазине напитков можно, если обращать внимание не только на срок годности и целостность упаковки, но и на состав сока и газировки. В напитке должны присутствовать натуральные ингредиенты. Выбирайте газировку с преобладанием растительного сырья, а сок без сахара. Смотрите в следующем выпуске. Вино, водка и прочие веселящие напитки. Без алкоголя не обходится ни один праздник. Но главное, чтобы веселье не закончилось больницей. Что продают нам под видом элитного коньяка? Как выбрать правильную водку и может предпочесть ей самогон? Какое вино лучше приобретать в магазинах? За 300 рублей или за 3000? Как купить в магазине хороший алкоголь, а не химический суррогат? Продолжение следует... Продолжение следует...